Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала Генерал СПР, генерал-витеран службы внешней разведки, то есть человек, которого вы знаете, как Виктор Михайлович. Сегодня мы проводим ставшими уже традиционными итоги недели с бывшим разведчиком-нелегалом ГГБ СССР Сергеем Жирновым. Сергей, начинайте. Добрый день, Виктор Михайлович. Мы с вами записываем нашу передачу в воскресенье 25 февраля 2024 года. И по обоюдному согласию мы решили делать сегодня не итоги недели, а итоги двух лет войны, потому что это было бы логично. Вчера, 24 февраля 2024 года, исполнилась эта мрачная годовщина. И, конечно, мимо нее мы пройти не можем. Согласны? Да, конечно, безусловно. Ну что, что будем подводить? Как будем подводить итоги? Ну, давайте, наверное, небольшую ретроспективу. Что происходило и к чему пришли на сегодняшний день. Наверное, так. Да, небольшая ретроспектива. Давайте с 2021 года начнем. Потому что мы с вами начали делать наши итоги в июле 2021 года. И уже в сентябре 2021 года вы сказали, что в феврале 2022 начнется война с Украиной. И это предсказание полностью сбылось. Я с вами спорил по этому поводу. Не потому, что я не верил в то, что не может быть такого дела. Но я не верил, что Путин готов к этой войне. Я не верил, что с военной точки зрения Путин готов. И особенно в январе 2022 года, когда было знаменитое заявление Леонида Ивашова. И тогда стало понятно, что военные не хотят этой войны. Потому что Ивашова не посадили. Ивашова никто не заткнул. И было понятно, что это генеральный штаб товарища Герасимова сливает свою неготовность. Потому что сам сказать это не может. Но если военный... Причем заявление было очень резкое. Потому что для тех, кто еще его не читал. Ив Леонид Ивашов, генерал-полковник, бывший начальник главка Международного сотрудничества Министерства обороны. Ну, он, конечно, в отставке и так далее. Который возглавлял и возглавляет... Продолжает, кстати, ее возглавлять. Ее никто не посадил. Никто никуда не делал. Организацию, которая называла себя ассоциацией офицеров запаса. Что-то в этом роде. И они сказали, что... Они обратились напрямую к Путину. То есть это был бунт, фактически, офицеров запаса. Официальный, подписанный всеми членами правления этой ассоциации. О том, что Владимир Путин готовит войну. Полномасштабную войну. Что армия Российской Федерации к ней не готова. Что если Путин ее начнет, то ее проиграет и армия, и Российская Федерация. В результате наступит распад Российской Федерации. И они, как члены этой организации, предложили главнокомандующему Путину подать в отставку и уйти на пенсию. И вот такая штука появилась за три недели до начала войны. И потом мы 21 февраля 2022 года увидели заседание Госсовета. Ну, перед этим к Путину там ездили Макрон, ездил или переговаривался с ним по телефону. Ездил даже физически, отговаривал так и так далее. Были выступления Блинкина, были выступления Байдена, были выступления многих российских, значит, встроенных в систему людей, там, типа Лаврова и прочих людей, которые говорили, что Россия ни на кого не собирается нападать, что успокойтесь. Весь январь они нам говорили, что Россия ни на кого нападать не собирается. Были затем Олимпийские игры. Путин ездил в Китай 4 февраля. У него явно совершенно состоялся разговор с Си Цзиньпинем, когда он предупредил Си Цзиньпиня, что он собирается вести войну. И Си Цзиньпинь ему поставил только одно условие. Ты мне дай сделать мои Олимпийские игры, а потом делать все, что хочешь. Путину это не очень нравилось. Судя по всему, разговор у них был все-таки сложный, серьезный. Потому что Путину хотелось сделать так же, как в 2008 году, то есть начать войну во время Олимпийских игр. Потому что тогда все заняты этими спортивными мероприятиями, и международной реакции большой не будет. А Си Цзиньпинь, судя по всему, очень жестко настоял на том, чтобы это было после войны. И мы видели этого бедного, несчастного, одинокого Путина, сидящего на церемонии открытия, которого не посадили рядом с Си Цзиньпинем. Его прикрыли какой-то там лошадиной покровой, накрышкой, попоной. И значит, он сидел такой бедный, несчастный, маленький старичок с ноготок. Ну и потом, 21 февраля, как только состоялась церемония закрытия Олимпийских игр, Путин собрал печально известный госсовет, на котором начал публично насиловать всех членов своего окружения. Мы помним этого блеющего Нарышкина. И мир тогда уже ужаснулся, потому что, ну как человек, глава государства, издевается так над своими членами своей собственной команды, своему собственному государству. И на этом госсовете было принято решение, то есть они все просили Путина принять решение о принятии Луганской народной, так называемой Луганской народной республики и Донецкой народной республики в состав Российской Федерации. Вернее, нет, вот это как раз и было. Вот я повторил, кстати, историю с Нарышкиным, да, потому что Путин тогда говорил, надо им оказать содействие какое-то, да. Независимость. Независимость признать. Да, признать независимость, да. А Нарышкин говорил, давай, я согласен принять их в состав. И Путин ему говорит, нет, нет, это после, потом, это только в сентябре еще будет принятие в состав. А пока что признать независимость. Значит, они ему это все дело советовали. На этом заседании госсовета принято было решение, так сказать, в этом направлении работать. Принято решение было признать независимость. И уже вечером, это был понедельник, вечером 21 числа, уже пошли сообщения о том, что вроде бы началось движение какой-то войск. А войска-то вообще-то, на самом деле, двигались вокруг Украины весь 21 год. И, кстати, поэтому я вернулся к 21 году. Потому что первое подведение войск к Украине состоялось в марте 21 года. Это очень сильно, то есть тогда сконцентрировано было по всей границе плюс Беларусь. Были учения вокруг этого самого дела. И Соединенные Штаты Америки очень сильно напряглись. Стали грубо, так сказать, обрывать Российскую Федерацию. На это Российская Федерация ответила вмешательством в транспортные сети, энергетические сети Соединенных Штатов Америки. Там подвисло несколько штатов Соединенных Штатов Америки. И тогда Байден предложил Путину встретиться в Женеве. Они встретились 1 июня. И вроде бы обо всем договорились. Россия отвела в апреле месяце свои войска. А Байден накричал на Путина и сказал, что ты больше к нам не лезь своим хакерством. Иначе ай-яй-яй сказал Путину, что ты посадил Навального в январе 21 года. Если он у тебя умрет в тюрьме, то это будет означать катастрофические последствия для Российской Федерации и так далее и тому подобное. И вдруг, значит, 24 февраля в 4 часа утра Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Вот такая ретроспектива. Согласны с ней? Да, Сергей, есть несколько уточнений. Вы просто немножко оговорились, не госсовет, а совет безопасности. Да, естественно, да, естественно. Да, да. И все-таки, наверное, извините, надо, наверное, немножко раньше даже начать. Все-таки, наверное, с 2014 года. В 2014 году во время аннексии Крыма, во время и после аннексии Крыма. Сразу после зимних Олимпийских игр в Сочи. После зимних Олимпийских игр в Сочи. Да, все правильно, все верно. Начались разворачиваться события на Донбассе. И тогда была такая иллюзия, которая была, в принципе, подкреплена. Тогда была подкреплена на деле у президента России Владимира Путина. Что можно взять силой ту часть Украины, которая, по его мнению, выступала за единство с Россией. Тогда удалось отговорить его, убедив, что и российская армия не готова. Хотя на тот момент российская армия была в целом в несравнимо лучшем состоянии, чем украинская армия. В 2014 году, в начале 2014 года, надо признать, что украинской армии практически боеспособной практически не было. Мы это увидели по ряду разных событий. Но, тем не менее, удалось уговорить тогда Путина не применять армию полномасштабно на территории Украины с любимыми целями. Тогда и Славик Сурков, он действительно пребывал в иллюзиях, что восток Украины и юг Украины упадут как перезревшее яблоко к ногам российского руководства. Надо лишь создать определенные условия. И эти определенные условия он пытался создать. Давайте, может быть, напомним тем, кто тогда не был, что Владислав Сурков был тогда советником президента Российской Федерации, который, в общем, продвигал доктрину так называемой Малороссии, то есть практически включение в Российскую Федерацию семи областей восточной Украины. Да, но там планы шли гораздо дальше. То, что декларировалось, да. Мы уже тоже рассказывали о себе в Телеграм-канале, и потом уже обсуждали с Сергеем о том, что еще до начала событий в конце 2013 года в Украине планы по аннексии Крыма существовали. После известных событий, которые разворачивались в Украине в конце 2013 и в начале 2014 года, что после принято было называть, и сейчас принято называть, революцией достоинства. Или Евромайданом. Или Евромайданом, да, все правильно. Во время этих событий активно развивались планы, активно совершенствовали, скажем так, по аннексии Крыма. И действительно были заранее подготовлены медали за возвращение Крыма и так далее, и так далее. Это действительно все было. И совершенно справедливо пришли к мнению нынешнее украинское руководство, и велось долго следствие на протяжении 10 лет, о том, что российское руководство влияло на события на Майдане, но не было войск, которые бы участвовали, не было спецподразделений, которые бы участвовали напрямую, которые бы, скажем так, применяли оружие по отношению к тем людям, которые выходили на Майдан. Это все-таки были курируемые, да, действительно курируемые из России, но спецподразделения украинские. Что касается дальнейших событий, мы видели, что на Донбассе тогда Украина всплотилась, тогда планы Суркова на Донбассе встретили активное сопротивление, и ограничилось появлением так называемых ЛДНР, которые себя представляли квази-государства, не имея никаких собственных структур, полностью курируемые из России. Но тогда Путин посчитал, что это все-таки Крым вернулся замечательно, но этого недостаточно, и то, что он жалел, что не воспользовался шансом тогда применить армию и захватить те части Украины, которые он планировал тогда уже присоединить к России. Давайте чуть-чуть немножко здесь, может быть, тоже уточним, применить полномасштабную армию, потому что и ДНР, и Луганск, там армия участвовала, там участвовал, допустим, полковник ФСБ Гиркин Стрелков, которого прислали из Москвы, который проразгласил себя министром обороны так называемой Донецкой Республики, который начал из местного отребья и бандитов, и пьяней собирать какие-то там войска, но одновременно запустили такую программу, когда как бы резервистов и даже сотрудников армии, то есть военнослужащих российской армии, переодевали в комбинезоны и выдавали их за местные жители, даже некоторым выдавали украинские паспорта для того, чтобы делать из них как бы местные жители, которые как бы восстали против как-то так называемой киевской хунты. Да, Гиркин это был проект Суркова, я не скажу, что он был полностью зависим, нет, Гиркин все-таки был обуреваем собственными страстями, но то, что это курировало Сурков и финансирование Гиркина, и обеспечение его, в том числе, оружием на первоначальном этапе, и далее, далее, далее. И Малафеев, нет? Малафеев спонсор, но реально проектом руководил. Кремль, если Кремль, Сурков, да. Кремль, Сурков. Кстати, может быть, опять же, для уточнения тем, кто не был в курсе с того времени, через несколько лет была взломана электронная почта Суркова, и слиты были огромный массив документов, где было показано, что, допустим, там использовались реально десантники Ипсовской и Псковской дивизии, которые даже были убиты, и потом, значит, их надо было тела там возвращать и отдавать родным, и выплачивать компенсации с одной стороны, и затем прямо в кабинете у Суркова собирались чуть не каждую неделю совещания на уровне первых заместителей министров ключевых в правительстве, которые обсуждали, какие деньги, какой бюджет будет передаваться в Луганске, в Донецк. Да, еще раз повторяю, что действительно, я абсолютно прав, велось все из Кремля, курировали эти так называемые спецоперации, но стоит вернуться еще немножко раньше, стоит вернуться в феврале 2014 года, когда Янукович сбежал из Киева, сбежал в Харьков, я напомню, что сбегал он в Харьков, тогда, будучи в Харькове, он написал две записки президенту России Владимиру Путину, написанных от руки. В одной он просил помощь России ввести войска на территорию Украины, тогда была уже предварительная подготовка ввода войск, была обещана со стороны Путина предварительно, о том, что такая поддержка реальна, и могут быть введены войска. И Янукович написал именно таким текстом, еще раз повторяю, написал от руки. И вторую записку в случае отказа по первой, он просил принять его в качестве беженца, то есть фактически он туда уже был готов сбежать и был готов морально ко всем перипетиям. Тогда президент России Владимир Путин ответил отказом по обеим запискам, тогда Янукович остался в Харькове, потом сбегал дальше по территории Украины, но тогда, на тот момент, Путин отказал. У него были другие планы, он рассчитывал на то положение, подвешенное Януковича, что им можно будет воспользоваться в гораздо более широком смысле. Но когда события пошли не по планам Путина, Януковича все-таки переместили с помощью действительно российского главного управления Генштаба, переместили все-таки на территорию России. Сначала в Крым, а потом далее. Что было по событиям дальнейшим? По дальнейшим событиям, ну мы с вами все прекрасно дальше знаем, что происходили события, которые можно назвать войной, опять-таки на территории Украины, на территории Луганской и Донецкой областей, которые в основном концентрировались. И дальше Минские соглашения первые, Минские соглашения вторые. Ну и в итоге война перешла в такую фазу... Позиционную, затяжную фазу. Позиционную, да, позиционную. Ее нельзя назвать холодной, все-таки погибали люди, все-таки... Да, обстрелы были, но то есть, грубо говоря, люди обе стороны зафиксировались на каких-то позициях, укрепили свои позиции. И такая фаза почти Первой мировой войны, да, когда, значит, обстрелы идут. Но одновременно мы помним, что была история с Боком, который приехал из Российской Федерации, который сбил малазийский Боинг на территории Украины. И Геркина за это, кстати, потом осудили в Голландии официально совершенно на пожизненное заключение. Да, и еще началась тогда, кстати, большая программа формирования украинской армии. Украинская армия начала ротацию осуществлять на фронте, готовиться к войне, то есть практически ее военнослужащие и командование прошло все через этот Восточный фронт. И Соединенные Штаты Америки начали помогать Украине. 2,5 миллиарда было вложено в программы подготовки по стандартам НАТО, и во время правления Трампа Украине даже передали оружие, американское и натовское, вот эти самые замечательные дживелины, которые потом сыграли такую роль уже в 22-м году. Да, все правильно. Действительно, Боинг был, вы правильно вспомнили, Боинг был критической точкой, в том числе в отказах от военных планов, это тоже повлияло довольно значительно. Испугался тогда Путин международной реакции. Боинг был сбит, но должен был быть сбит российский самолет. И это должно было быть таким своеобразным казусом Белли. Поводом для войны. Да, для войны. Таких было спецопераций довольно много, но все они на определенном этапе либо сворачивались, либо, значит, просто неудачно проходили. И мы уже пришли к тем событиям, к которым пришли. Ну и может быть еще чуть-чуть немножко внутри Кремлевскую раскладку, потому что она нас тоже интересует. Суркова убрали, потому что он стал раздражать. Но его убрали же раньше. Нет, его убрали, Сергей, это тоже важные события, которые также стоит проговорить, потому что это было началом того, началом реальной подготовки уже. К реальной войне. К реальной войне, масштабной. А перед этим еще там перестреляли кое-каких командиров, которые стали брать на себя слишком много, да? И Гиркина убрали из Донецка. Гиркина убрали из Донецка довольно быстро. Далее пошли, да, череда убийств командиров русской весны, так называемой. Практически все они оказались мертвы. Кого-то убивали в Подмосковье, кого-то еще где-то, кого-то убивали на Донбассе, без разницы. Произошла череда убийств. В основном подготовленная российскими спецслужбами. Эти люди оказались абсолютно не нужны. Они оказались лишними в тогдашних раскладах. И их, конечно, убирали. Это просто назидание всем, кто хочет играть с Кремлем на руку, но не будучи при этом изначально человеком из команды кремлевской. И не будучи встроены в структуры, потому что Кремль им предлагал встроиться в структуры. Некоторые из них говорили, да мы сами с усами, мы тут вот на фронте уже доказали свои какие-то вещи. И Кремль тогда уже показал, что ему не нужны никакие патриоты. Ему не нужны никакие люди, которые сами с усами и сами будут решать. Ему нужны пешки, которые будут исполнять его волю. Да, да. Далее в Украине происходят перемены. Появляется новый президент Зеленский, демократически избранный украинским народом. После Порошенко, да? После Порошенко, да. После Порошенко и Зеленский начинает собственную политику. Он пытается создать условия для переговоров с Путиным и пытается поговорить с ним, заглянув в его глаза и на личных отношениях, что называется, попытаться закончить войну. Это 2019 год. И, кстати, Зеленский и шел на выборы. Один из пунктов программы – это мир на Востоке. Да, да, все правильно. Зеленский считал, что если он встретится с Путиным и сможет с ним поговорить, объяснить ему какие-то вещи, то Путин, восприняв ситуацию адекватно, попытается пойти по пути разума, по пути логики, по пути, значит, такому… Рациональному. Рациональному, да, где мир, значит, стремится к тому, чтобы развиваться, и в этом мире все должно быть хорошо. Но Путин не из тех людей, сейчас в этом удостоверились уже все без исключения в мире. Почему нет? Еще Трамп предлагает еще сейчас и с Путиным и опять его убеждать, что все будет хорошо. Трамп не испытывает иллюзий по поводу того, что представляет из себя сегодняшнее российское руководство. Это несомненно. Папа Римский предлагает, Си Цзиньпи предлагает. Си Цзиньпи и Папа Римский разные позиции занимают, потому что Папа Римский все-таки не имеет реальной силы, не имеет реальных способов закончить войну. Ну, Си Цзиньпи имеет такую силу, имеет такие способы, но действует в собственной парадигме и в собственных интересах. Это вы как Сталин, ответили. Сталин тогда спросил у Жукова, а сколько дивизий у Папы Римского? Жуков сказал, не одной. Ну, Сталин говорит, ну, тогда пусть он и сам с собой разговаривает, если у него не одна дивизия. Собственно говоря, так и есть. Но, опять-таки, вернемся тогда. Зеленский очень хотел поговорить с Путиным, и его желание вполне понятно и вполне рационально. И встреча состоялась в нормандском формате, встреча состоялась, если мне память не изменяет, в ноябре, да, 19-го года. Ну, во Франции, да, подождите, нет, она не может быть в ноябре, потому что есть в Норманде, высадка в Нормандии летом, а летом происходило в 44-м году. Не летом, Сергей, не летом, они встречались уже осенью. И, опять-таки, если мне память не изменяет, событий прошло много, и я могу что-то запамятовать. Потому что нормандский формат, может быть, мы напомним, что было празднование во Франции высадки американских войск в Нормандии, и тогда туда пригласили и Зеленского, и Путина, и четверка Ангела Меркель, Франсуа Оланд, Зеленский и Путин встретились, и попробовали реанимировать, значит, Минские соглашения, Минск-2 вот тогда возник некий, да, и вот этот нормандский формат. А потом, возможно, уже была специальная встреча уже осенью какого-то там, не помню какого года. Да, все-таки, по-моему, в конце, в конце все-таки... 19-го года, да? 19-го года они встречались. Вот, и во время этой встречи, встреча была подготовлена изначально для заключения каких-то договоренностей, на которые украинское руководство дало сперва свои предварительные согласия, и оказавшись лицом к лицу с Путиным, Зеленский предложил просто поговорить без предварительных условий. Ну, судя по всему, так происходило. И тогда Путин категорически отказался на какие-то нормальные переговоры, тогда практически все было сорвано. Надо, опять-таки, отметить, Меркель укоряла Зеленского, и что, мол, так не поступают, и если есть договоренности, то их надо уже, встретившись, закреплять какими-то соглашениями. Но Зеленский надо отдать ему должное, тогда принял позицию категорическую, и ничего не подписал, мы помним тогда, да, что... Встреча была 9 декабря 2019 года. Да, да, видите, я как сказал, ноября, но все-таки конец года, да, в декабре. Вот, и тогда Путин сорвался на Суркова, потому что встречу готовил Сурков с российской стороны. Сурков тогда получил уверение, по крайней мере, как ему казалось, он получил уверение, что встреча закончится подписанием соглашений, которые были выгодны российской стороне. Но это была уловка для того, чтобы заманить Путина на переговоры. Мы не будем сейчас обсуждать, насколько это было уместно, или неуместно эта уловка, но, тем не менее, произошло, как произошло. И тогда Путин сорвался на Суркова в самолете, когда они летели обратно. Сурков был избит сотрудниками ФСО по распоряжению Путина. Тогда он получил достаточно серьезные проблемы со здоровьем. И впоследствии, через, по-моему, пару месяцев его убрали. Убрали достаточно так грубо и выкинули буквально из кремлевской политики, несмотря на все, в кавычках, заслуги, которые, в принципе, до определенного момента Путин ценил. И тогда Путин решил, что все-таки разговаривать с украинским руководством смысла не имеет, раз уж его дурачат. И он готов был к разговору с руководством американским, с руководством западноевропейским. И стал продвигать тогда активную фазу подобного шантажа, который мы увидели, в том числе, Сергей уже рассказал, весной 21-го года, когда войска были, опять-таки, на границе с Украиной российским. И когда это закончилось встречей в Женеве. Войска были отведены, встреча в Женеве с Байденом. Может быть, чуть-чуть немножко поясним. Байден тогда вступил в должность в январе 21-го года. Путин его считал очень слабым президентом. И считал, что при Байдене он может себе позволить начать войти. Да, он считал, что при Байдене он может заставить Байдена пойти на какие-то условия. Что оказалось ошибкой. Байден оказался, несмотря на возраст, несмотря на окажущиеся проблемы с восприятием этого мира, он все-таки оказался достаточно трезвомыслящим человеком и человеком, который все-таки в политике гораздо дольше, чем многие нынешние участники, больше, чем многие живут, собственно говоря, из нынешних участников мировой политики. И Байден все-таки показал Путину его место. И отказавшись на выполнение определенных условий, которые потом были озвучены уже в декабре 21-го года, отказался пойти на это условие и выдвинул сам со своей стороны Путину ультиматум. Тогда, я напомню, были угрозы в случае начала войны применить адские санкции или адские санкции из ада, которые должны были разрушить российскую экономику, которые должны были там каким-то глобальным образом на все повлиять. И, собственно говоря, такие иллюзии, скорее всего, у американцев и были на тот момент. Но вот до Путина это все не дошло. Я имею в виду все эти угрозы прошли мимо. И к определенному моменту, опять-таки, разочаровавшись в возможностях договориться с Байденом, хотя впоследствии попытки, опять-таки, были. И были телефонные разговоры, разговоры по видеосвязи. Все-таки были выдвинуты условия, мы помним эти условия, ультиматум к НАТО. Это же был ультиматум не к Украине абсолютно, мы уже помним, да, что Путин выдвигал ультиматум НАТО. И всему Западу практически, да? Всему Западу, да, да, да. Убрать войска из стран НАТО на уровень 97-го года, где они находились и так далее, и так далее. Ну, какие-то абсурдные, абсолютно абсурдные. Ну, абсурдные, потому что он практически требовал, что все страны, которые после 1997-го года вступили в НАТО, вышли из НАТО. Ну, фактически могли оставаться в НАТО, но должны были убрать войска, то есть обезоружить себя. Фактически полностью подставить себя под, возможно, удар со стороны России, ну, либо любого другого агрессора, без разницы. Ну, вот тогда смысла в НАТО не было бы никакого. Тогда мы уже с Сергеем обсуждали, что Путин фактически возродил НАТО своими подобными заявлениями, подобными ультиматумами. Тогда НАТО проснулось и сплотилось. Хотя еще накануне Макрон констатировал смерть мозга НАТО. Клиническую смерть, да, да, правильно. И Путин тогда возродил НАТО, но не суть важна. Тогда, в принципе-то, западные разведки уже знали о планах Путина реализовать свои военные планы по отношению к Украине. И тогда уже начали предупреждать. Собственно, тогда и мы начали предупреждать уже в наших эфирах с Сергеем. Сергей какое-то время сомневался, но потом тоже... Нет, я поясню мои сомнения. У меня не было сомнения о том, что Путин может начать войну. У меня были сомнения, что в военном плане Россия к этой войне готова. И мои сомнения оказались абсолютно правильными. Путин начал войну. Это была идиотская затея, потому что если уж ты начинаешь войну, тогда надо выстраивать тыл. Россия не выстроила тыл. Россия на самом деле собрала совершенно недостаточное количество войск. 150 или 180 тысяч человек, размазанных на почти 3000 километров. Это не война. То есть Путин не готовился к войне на самом деле, потому что ему же докладывали, и потом мы с вами это обсуждали многократно, эти самые истории с генералом Беседы из пятой службы ФСБ, которая ему говорила, что Украина вся куплена, что там подкуплено огромное количество агентуры, и как-то достаточно будет ввести войска чисто символически, и все сдадутся, все будет как в Крыму и так далее. То есть в этом смысле Путин к войне настоящий готов абсолютно не был. Да, да, все правильно. Собственно говоря, так и было. Путин считал, что это будет легкое. В тех планах, это от 3 до 7 дней реализация всех событий. Более того, далее в течение последующих трех дней, последующих трех дней после аннексии большей части Украины, в планах Путина была Молдова, на Молдову отводилось 3 дня, и это было с очень большим запасом. Считалось, что Молдову займут за один день. Ну да, если Украина 3 дня, то Молдова за один день пойдет. И это, кстати, было реально, потому что у Молдовы нет никакой армии, и там Приднестровье есть и так далее. Да, да. Собственно говоря, были вот такие большие планы. Опять-таки, стоит немножко вернуться в события начала января 2022 года, когда был кризис в Казахстане, и когда Путин, многие из его окружения, очень многие советовали отказаться, те, которые были посвящены планы по поводу Украины, советовали отказаться от планов по Украине и реализовать сценарий по аннексии территории Северного Казахстана. И фактически там уже часть войск уже находилась, надо было ввести еще немного войск, реализовать этот событий, взять под контроль Северный Казахстан с разной терминологией, с разным обоснованием и помощь дружественному казахскому руководству в лице Такаева и так далее. Тогда на Такаева планировали надавить и оставить войска в Северном Казахстане, в том числе и для защиты русскоязычного населения, в том числе и для защиты русских и так далее. Который в Казахстане 3 миллиона из 19 миллионов населения страны. Да, и вместе с этим объявить, тогда советовали опять-таки окружение Путина, тогда советовали объявить о присоединении полном и максимальном Республике Беларусь, которая тоже на тот момент была фактически аннексирована. Того количества войск, которое было на территории Республики Беларусь, не просто хватало с головой для аннексии, она была фактически, по факту, она уже была аннексирована. Но Путин решительно отмел все эти предложения. Он сказал, что нет, сначала Украина, а потом уже все остальное. Это потому что Украина была самым лакомым куском для него. Да, во-первых, раз. Во-вторых, Украина, у него была обида накопленная, потому что Украина ему два раза давала по морде в 2004-2005 и в 2013-2014 годах. То есть там чисто эмоциональная реакция, кстати, была у Путина. И плюс Такаев тогда очень резко связался с Си Цзиньпинем. И Си Цзиньпинь надавил на Путина, сказав, что Казахстан – это теперь территория китайская. На тот момент события происходили довольно-таки быстро. И по большей части сыграла именно личная позиция Путина, который, вы правы, Сергей, он действительно был в обиде на Украину и за 2004-2005 годы, и за 2013-2014 год. Ну, в 2013-2014 годах аннексия Крыма, там было утешение, и было, опять-таки, надо отдать должное, и надо опять-таки это проговорить. Аннексия Крыма была поддержана 83-мя процентами российского населения. Это огромное количество людей, действительно подавляющее большинство. Это была большая ошибка со стороны, в том числе, части гражданского общества на территории России, части тех людей, которые были и смыли интеллектуалами, в том числе, среди деятелей науки, искусства, которые активно поддержали. Ну, и в сущности, да, большая часть населения, опять-таки, поддержала эту аннексию. И именно эта аннексия стала прологом к этой большой войне. И, к сожалению, еще раз повторяю, те планы, которые сейчас лелеет новое российское руководство в лице Патрушева, это все-таки не окончание войны на территории Украины. Несмотря на то, что российское руководство декларирует готовность к окончанию войны, на очереди НАТО, на очереди страны НАТО. Теперь уже не Казахстан, теперь уже не страны, скажем так, Средней Азии или Кавказа. Нет. Теперь на... А вот давайте разберемся с этим делом, да, потому что вы считаете, что это не пугалка для того, чтобы НАТО не помогали Украине, а это реальные планы на какое-то ведение войны, пусть даже не гибридной войны, а не такой, не классической. Да, да, именно так, Сергей, я уверяю и гарантирую, что те планы, которые сейчас вынашивают новое российское руководство, они это именно противостояние с НАТО сейчас, считая, что НАТО проявила свою слабость, в том числе во время поддержки Украины, в том числе и свои разногласия показали всему миру, ну и в том числе и российскому руководству, и считают, что реализация этих планов, которые вынашивались еще в 2017-2018 году, которые хотели, которые должны были быть реализованы тогда, сейчас реализация этих планов, да, они уже модернизированы, они уже основаны на новых реалиях, что называется, но вот эти планы, реализация этих планов может привести к краху НАТО и к той победе, победе условной, но опять-таки, ну, то, что будет преподнесено городу и миру, победы России в этом противостоянии геополитическом, которое продолжалось, сколько, там, с конца Второй мировой войны. Ну, я в этом очень сильно сомневаюсь, откровенно говоря, потому что, если Путин доказал, что он за два года полномасштабной войны не смог справиться с Украиной, а я напомню, что вот многие люди сейчас говорят, вот, там, значит, Путин одержал победу, какую победу он одержал? Российская армия в 22-м году стояла под Киевом, под Суме, под Черниговом, под Харьковом и под Херсоном, и в результате отошла, то есть, конечно, по сравнению с 2014-м годом произошло прибавление, да, потому что в 2014-м году примерно сколько там, 7-8% территории было, значит, захвачено украинской, а сейчас на настоящий момент примерно там 16-17% территории. То есть, в этом смысле Путин увеличил территорию, но, исходя из того, что было на 24-й, там, скажем так, на конец февраля или начало марта 22-го года, Россия потеряла, то есть, Украина выстояла в течение двух лет против страны, которые, ВВП, который в 10 раз больше украинского, армия, который, там, я не знаю, там, тоже в 10, ну, не в 10 раз, может быть, там, в 3 раза больше украинской, вот, а военно-промышленный комплекс в 20 раз больше, чем украинский. Сергей, сейчас идет речь о гибридной спецоперации, которая будет подкреплена ядерным шантажом, которая будет подкреплена ядерным ультиматумом. Именно так. Никто не собирается развязывать большую войну против НАТО, никто не собирается войска российские, значит, забирать из фронта украинского и переносить на какие-то фронта европейские. Нет, таких планов нет. Что для Украины было бы замечательно, потому что они бы сняли, сняли бы, да. Тогда бы Украина как раз практически без проблем забрала бы как минимум часть территории, и это было бы для Украины, конечно, большим преимуществом, но нет. Собираются именно гибридные спецоперации и ядерный шантаж. Шантаж прямого столкновения в плане ядерной войны. Тогда давайте, может быть, поясним, что такое гибридная операция, да, что это хакерство, что это организация беспорядков внутри этих стран, да, вот примерно такого плана операции. Да, блокирование логистических центров, блокирование логистики в целом по Евросоюзу, блокирование работы банковской системы, в том числе и хакерскими методами и так далее, и так далее, и так далее. Это действительно целая серия операций, но это включает и ограниченные возможности по вторжению на территорию, сейчас рассматривают Латвию и Эстонию. Это заход небольшого количества войск специального назначения, они должны по планам быть введены на территорию этих республик, они не должны захватывать полностью эти республики, не должны захватывать органы власти, не должны совершать там какой-то переворот, нет. Это должно быть вторжение, такое легкое вторжение для того, чтобы посмотреть, насколько будет активно НАТО с применением пятой поправки. Считается, что не будет единства, потому что есть определенные договоренности с некоторыми членами НАТО у российской страны, не будет единства в плане НАТО по задействованию пятой статьи, будут определенные проблемы, будет раскол, будут люди, которые будут отговаривать, и тогда в это время как раз для подкрепления развала НАТО как раз Россия должна выдвинуть ультиматум с применением ядерного оружия, дескать, если вот попробуйте только сейчас что-то вообще сделать, даже минимальное, и мы будем применять ядерное оружие по центрам принятия решений, как принято говорить. Этот шантаж теоретически мог бы сработать, теоретически. Практически, конечно, это вызовет большие проблемы, в том числе и в российском руководстве, где нет единой позиции по этому поводу, где не все готовы столь безрассудно рисковать и приводить в действие такие механизмы, как ядерный шантаж. С другой стороны... Ну, потому что ответка может прилететь. Я прекрасно понимаю, чем закончится ответка. Ответка закончится крахом России и действительно развалом России в итоге. И все эти люди, которые 25 лет наворовали огромные мириады, а на самом деле 35 лет, если учитывая еще и гельцинский период, останутся в разрушенной стране под ядерным ударом, и тогда все закончится. И дураков таких вокруг Путина, в общем-то, наверное, не так много. Надо опять-таки отметить, что ядерный шантаж является по своей сути лишь шантажом. Очень большой вопрос, готово ли нынешнее российское руководство применить ядерное оружие. Это остается очень большим вопросом. Плюс к этому, опять-таки, Сергей, плюс к этому, в российских войсках есть сомнения, жив ли Путин или его уже реально нет. Мы утверждаем и продолжаем настаивать. Мы настоятельно, опять-таки, всем говорим, что Путина реально нет. Путин умер 26 октября прошлого года. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Сергей, если вы в этом очень сильно сомневаетесь, замечательно, вы имеете право высказывать свое мнение. Я сейчас говорю о тех людях, которые принимают решения, в том числе, которые участвуют в активации запуска ракет с ядерными боеголовками и так далее. У этих людей есть сомнения, они абсолютно справедливы. Они находятся все-таки в той среде, где подобная информация циркулирует. И эти люди, уверен, далеко не всегда готовы выполнить приказ человека, который лишь только отдаленно похож на президента России Владимира Путина. Хотя определенные действия по, скажем так, тому, чтобы этот псевдо Путин был легитим, сейчас приводится, в том числе и в ближайшие выборы президента, где будет участвовать двойник. Это каким-то образом в понимании российского руководства должно сделать этого человека легитимным уже. Ну, дескать, его вот выбрали, вот в этот же раз уже выбирали не просто Путина, а в этот раз уже выбирали двойника. Ну, так чего же вы хотите, если все плюс-минус знали, что происходит, а выбрали все равно. Так вот, давайте теперь его воспринимать как верховного главнокомандующего. Но, к сожалению или к счастью для многих, Путина не существует в этом мире, и двойник всего лишь пугало, не более чем. Поэтому тот ядерный шантаж и те спецоперации, которые готовятся, все-таки это большая авантюра. Несмотря на то, что российское руководство, бывает, углубляется в разные авантюры, тем не менее есть как... Вы знаете, у меня, кстати, вот по этому поводу и основные сомнения, потому что если бы Российская Федерация просто варила свою собственную соку, то я готов был допустить, что на международном уровне такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Китай могут идти на то, чтобы говорить, ну, вы играетесь со своим двойником внутри, ну, и играетесь ради бога. А когда идет речь о ядерном шантаже, я убежден, что эти страны должны будут тогда объявить, что никакого Путина нету, и что человек, который занимает место в Кремле, не имеет права нажимать на ядерную кнопку. А именно это и произойдет, Сергей. Именно это и произойдет. Это поздно, это поздно, потому что, и срок говоря, почему еще я там с вами спорил и спорю последние месяцы, это то, что, с моей точки зрения, двойник вообще нужен был только для того, чтобы организовать транзит по той схеме, которую вы объявляли, что Патрушев делает своего сына новым премьер-министром, и все это работало до выборов. То есть если происходит выбор, с моей точки зрения, никакой логики вот в этом транзите уже нет. Ну, транзит, опять-таки, в планах, и посмотрим, как они будут развиваться сразу после выборов президента. Это сейчас очень интересно не только мне, вам, нашим уважаемым зрителям и слушателям, но и тем людям, которые находятся в российском руководстве, потому что планы у всех разные и зачастую геометрально противоположные, поэтому еще раз говорю и говорю многократно, что кризиса в российской власти избежать не удастся. Тот транзит, который пытается запустить Патрушев, именно он будет являться причиной того политического кризиса, который мы уже предвидим и который уже маячит в глазах многих из так называемых... Ну, он не маячит, он уже есть, потому что уже был пригожен со своим мятежом, это политический кризис внутри Российской Федерации, Путину пришлось там даже катастрофу какую-то делать, ну, хотя вы говорите, что Пригожин в этой катастрофе выжил и находится живой-здоровый на латиноамериканском континенте, но вот казалось бы, вот сейчас тот самый момент выбора, когда ему надо выпрыгнуть из табакерки и сказать, что вот я живой-здоровый и претендую на власть, но почему-то он не выпрыгивает. Ну, он выпрыгивает, наверное, когда посчитает, что у него есть шансы на то, чтобы выжить и побеги. А они у него есть, пока не произошли выборы, пока не произошла легитимация Путина? Нет, Сергей, я думаю, что шанс появится тогда, когда будет кризис, глубокий кризис в российской власти, в том числе... Смерть Навального, Надеждин, цены на яйца, вдовы и жены мобилизованных, в Башкирии это еще не кризис? Нет, нет, Сергей, это части кризиса, нет никакого сомнения, что это части кризиса и смерть Навального это трагедия для российской оппозиции. Действительно трагедия для российской оппозиции, но не стоит переоценивать российское общество и российскую власть в плане, недооценивать, переоценивать российское общество в плане возможных симпатий, ну или, скажем так, проявления большого человеческого чувства с симпатией и так далее. Здесь, увы, я с вами соглашусь, потому что мы не видели никаких массовых митингов, то есть сотни людей вышли, может быть, несколько тысяч по России, но не было ни одного митинга, 50-100 тысяч, хотя бы, как это было в декабре 2011 года, и не было миллионных митингов, то есть смерть Навального не всколыхнула российское общество. Не всколыхнула абсолютно, плюс надо, опять-таки, недооценивать российскую власть в плане понимания ситуации, в плане ее возможности противостоять любым кризисам. Ну, вы знаете, если миллион людей в Москве вышел бы на Манежную площадь, то никакой российской власти не хватило бы никаких войск, чтобы разогнать миллион или два миллиона. То есть здесь вопрос арифметики, то есть масса людей... Вот революция всегда это так, то есть когда масса людей выходит, то полицейские понимают, что они не могут противостоять этой массе, потому что иначе их растерзают и убьют, и переходят на сторону восставшего народа. Сергей, ну, я с вами абсолютно согласен в вашей оценке, но на сегодняшний день миллион человек на улицах Москвы, это мы можем с тем же успехом говорить о том, что сейчас прилетят марсиане и, значит, освободят Россию. Ну, в общем, согласен, да, поэтому я и говорю, что не всколыхнуло, то есть не произошло еще... Смерть Навального, к сожалению, не стала, так сказать, медийной бомбой, да, то есть она взорвалась по всему миру, пошли, и даже Запад, вот обратите внимание, ну, все высказали какие-то там свои сожаления. Байдену там напомнили, что ему сказали, вот что ты говорил 1 июня в Женеве? Ты сказал, Россию будешь ждать катастрофические последствия. Что объявили, какие катастрофические последствия? Пяти руководителям колонии, где умер Навальный, запретили въезд в Великобританию, а они туда прям ездили, что? Они туда ездили прям целыми днями, да, у них там авуары, я не знаю, там, я не знаю, миллионы лежали, и бедные несчастные, они сейчас плачут. Как же так вот они не смогут поехать в Великобританию? То есть это просто издевательством даже было со стороны Запада. Сплошное издевательство, и еще раз повторю, что не наступил тот критический момент, а критический момент обязательно наступит, когда можно будет вмешиваться в текущую ситуацию, в том числе и со стороны Пригожина. Теряет ли с течением времени Пригожин свои способности воздействовать на ситуацию? Несомненно теряет. Время все равно очень много перемалывает. Ну, у него Вагнера теперь нету. В прошлом году у него была армия с танками, с пушками, с автоматами, которая два года воевала, которая была слажена. Все, теперь Вагнера скурочили, Вагнера разогнали. Кого-то отправили в Африку, кого-то разогнали по домам, кого-то встроили в Министерство обороны. И теперь у него нет этой армии. Да, это правда. Но он считает, что у него есть 5-7 тысяч отъявленных головорезов, которые по его зову смогут выйти и вооружиться довольно быстро и противостоять, значит, каким-то событиям. Мы сейчас не будем полностью анонсировать. Ну, Кремль взять они смогут. Это реально. Ну, вот. Именно на это. Вагнанку, Кремль, Министерство обороны они взять смогут. Это без проблем. Да, он считает, что таким способом он сможет вмешаться и, значит, выгрызть себе какие-то перспективы в плане существования, в плане даже каких-то, значит, какого-то развития. Посмотрим, как будут развиваться события. Не будем загадывать. Мечты кого-то это все-таки могут остаться мечтами. Тем более, что время играет в данном случае не на него. Время все-таки перемалывает очень много. Тем не менее, давайте, может быть, подведем какие-то итоги этой войны на сегодняшний день. Я думаю, что это важно. Важно поговорить и проговорить. Важно понимание. Я уже говорил неоднократно. И еще раз повторю, многие укоряют нас с вами, Сергей, ну, меня в первую очередь, потому что я читаю в комментариях к своим роликам о том, что я, дескать, когда говорю о том, что Запад предает Украину, недостаточно помогает. Это якобы льет воду на жернова, значит, на мельнице российской пропаганды. Но это объективность. Мы не можем придумывать, изменять объективность, да? Мы не можем говорить то, чего нет, и не можем умалчивать то, что существует на сегодняшний день. Ведь это объективная реальность. Пропаганда, воду на мельнице пропаганды, вернее, на российская пропаганда лишь только отражает, да, гипертрофировано, да, переворачивает. Но все-таки, все-таки Запад, нынешний Запад, это, конечно, это, конечно... Давайте, может быть, сбалансируем немножко нашу точку зрения, чтобы она была понятна. Мы же не только критикуем Запад за то, что он недостаточно помогает Украине. Но мы с вами говорим, что реальные итоги, кстати, это и развал экономики Российской Федерации. Это практически, хотя и запущенный военно-промышленный комплекс, но который не может самостоятельно ничего делать, потому что у него нет компонентов. И Путин в итоге вынужден побираться у Ирана, у Северной Кореи для того, чтобы там как-то добирать или организовать серый экспорт, импорт, вернее, компонентов, чтобы чего-то там строить. То есть Российская Федерация все равно, конечно же, очень сильно ослабла в результате этих двух лет. И в результате ее раскурочивает экономический Китай, который получил свои преференции, и Индия, которая покупает дешевую нефть по бросовым ценам, и Турция, и кто только ее не раскурачивает. Да, российское руководство считает, что то раскурочивание, которое вы упомянули, это все-таки помощь. Ну, это разные точки зрения. Не суть важна. Нет, это какая-то суть важна. Они считают, что продавать газ по 100 долларов за тысячу кубических метров – это большая выгода, вместо того, чтобы продавать его за 2000 европе, как это было. Ну, все, что не ниже себестоимости, все замечательно, по мнению российского руководства, а все-таки это не ниже себестоимости. Да, но зато это не наполняет бюджет, у них теперь в бюджете не профицит, а дефицит бюджета. Впервые за очень много-много лет. Да, это правда, дефицит действительно существует, дефицит серьезный, но тем не менее, Сергей, я утверждаю, я не знаю, поддерживаете ли вы мое мнение, но тем не менее, что именно Запад сделал из Путина, а и в последующем из российского руководства, то, чем оно является на сегодняшний день. А здесь я вас поддерживаю на 120% или даже на 250%, да, потому что Российская Федерация абсолютно встроенная в Запад государства, она зарабатывала все деньги на Западе и тратила их все деньги на Западе. Путин вообще агент Запада. Да, да, в сущности, да. Так как Меркель холила или леяла Путина, никто не приложил больше усилий к тому, чтобы Путин превратился в того Путина, который был на момент начала войны. Никто не приложил больших усилий. Да, старались многие, старались и... Сарказий старался очень много. Сарказий очень старался, очень помогал, ну, многие, многие приложили. Жак Ширак, кстати, старался, да, потому что я напомню, что... Жак Ширак, Джордж Буш, Обама, Обаму надо упомянуть, Обама очень старался, очень, он так напрягался, аж страшно было смотреть, насколько он напрягался, что Путин стал тем Путиным, который начал войну. Вина на Барака Обаме не меньше, чем на Ангеле Меркель. Хотя Ангела Меркель стратегически вела все к тому, что... Ну, Обама был пассивный, а Ангела Меркель была активной, да? Да, да, да. Именно так и есть. Именно так и есть. И когда говорим об аннексии Крыма, все-таки надо понимать, что западные партнеры России в целом поддержали, ну, давайте говорить откровенно, в целом поддержали аннексию. Это выглядело как... Ну, на словах все осудили, но ничего не сделали. На словах осудили, да, но сделали... Нет, сделали, Сергей, сделали все возможно для того, чтобы эта аннексия прошла плавно, прошла по плану, прошла все, как... Хотя формально какие-то там санкции немножко приняли. Ну, санкции, да, которые вообще никак не сказались, вообще не играли никакой роли, и было так больше для видов. Ну, вот как это и ТК, да, значит, пять начальников колонии им запретили въезд в Российскую Федерацию, в Великобританию. Да, поэтому, когда я говорю, что... Поэтому, когда меня спрашивают, а почему Запад должен помогать Украине? Да, потому что Запад спровоцировал эту ситуацию. Я сейчас не буду вдаваться на Украину на поле, Украину терзают, Украина в крови, поэтому вдаваться в том, что... Там в комментариях предлагают, как-то определить степень вину еще Украины. Украины нет вины. Пока идет война, Украины нет никакой войны. Пока не восторжествовала справедливость, и Украина не оказалась в статус-икво довоенном, скажем так, вообще военном, до 2014 года. До этого момента что-то говорить про Украину смысла нет никакого, потому что Украина пострадавшая страна. А вот Запад не пострадавшая страна. Запад вырастил Путина, Запад организовал эту войну. Да, косвенно, но тем не менее. Запад сейчас, уменьшая поставки и вооружений, уменьшая, реально уменьшая, уменьшая помощь финансовый Украине, реально уменьшая. Мы видим от года к году этой войны, к концу второго года этой войны, мы видим уменьшение помощи со стороны Запада. Это вина Запада. И Запад должен искупать свою вину. Запад должен бороться за свое существование. Они это сейчас не очень понимают. Но, тем не менее. Не будем забывать и Китай. Потому что Китай тоже приложил руку к этому всему делу. Но Китай прикладывает руку, в принципе, это открыто. Китай является партнером российского руководства. Китай является сторонником. Он спонсором является российским федерацией. Спонсором, сторонником. Поддерживает и так далее. Насчет Китая нет никаких иллюзий. Были иллюзии по поводу Запада. Запад слил все надежды. Запад на сегодняшний день, еще раз подчеркиваю. Когда говорят, что сейчас Запад проснется. Пройдет 2-3 недели. Или у многих разные позиции. Может быть 10 лет или еще что-то. Запад проснется. Но, к сожалению, этого времени нет на просыпание Запада. Может быть, он когда-то и проснется. Это вполне вероятно. Но проснется он совсем по инописи. По руссконародной сказке, который там, кто там, Иванушка Дурачок, лежит на печи. И потом... Илья Муромец. Илья Муромец. Как я встану... 30 лет и 3 года. 30 лет и 3 года лежал на печи. А потом вышел. Я хочу сказать, уважаемые зрители и слушатели, всегда об этом говорил. Еще раз повторю. Чем отличается цивилизация русская от цивилизации западной. В том числе и по мифологии христианского. Иисус Христос к 33 годам уже совершил все свои подвиги и закончил свое пребывание в этом мире. А Илья Муромец, наоборот, лежал на печи 30 лет и 3 года. И только потом встал и начал совершать все свои подвиги. Это очень важно понимать. Потому что мифология это все-таки отражение сущности. Запад не будет просыпаться через 30 лет и 3 года. Все, что мог... Надо просто обратить внимание на то, что Запад делает все и сразу. То есть вот те усилия, которые приложил Запад за эти два года войны. Ну вот в сущности говоря, далее он уже выдохся. Далее начинаются демократические процессы. Демократия ведь это не только... Да, к сожалению, даже меньше получается. Потому что обструкция Запада началась практически с сентября прошлого года. То есть полтора года войны. Да, 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 в сущности да. Запад не дал достаточного количества вооружения Украине для контрнаступления. Не дал. Это было критически мало. Критически мало. И с этим количеством вооружений... Дал возможность России построить линии Суровикина, подготовить... Конечно. Специально, специально, еще раз подчеркиваю, выжидая для того, чтобы эти укрепления были построены. Все прекрасно все видели. Не надо говорить, что чего-то там кто-то не видел или кто-то что-то не понимал. Можно было бомбить и, да, дали бы, если в Хаймарсе... Не Хаймарсе, дали бы, если в Атакмсе, то эти линии не были бы построены. Да, даже если бы дали достаточное количество Хаймарсов. Да, атакам с этой ракетой Хаймарсов. Не суть важна. С дальшим, с большим радиусом поражения было бы, конечно, все совершенно по-другому. Все совершенно по-другому. А этими возможностями Запад располагал. Он и располагает сейчас. Но желание Запада, опять-таки, сводится к тому, что нынешнее российское руководство этот же Запад и погубит. Запад просто играет в очень глупую игру. Запад разрознен. Не надо, опять-таки, считать, что Запад объединился. Есть какие-то общие цели, общие планы. Мы видим, как Евросоюз буквально содрогается от действий фермеров во многих странах. Это не только, скажем, Франция или Польша, где это все на виду. Но фермеры проявили себя не лучшим образом и в Германии, и во многих других странах. В Бельгии, в Италии, в Испании. В Бельгии, да-да-да. Практически во всем Евросоюзе фермеры ведут себя, ну, скажем, как минимум неподобающим образом. И мы не видим нигде, ни в одной из этих стран, ну, за исключением, может быть, там, на днях Макрон попытался поговорить с фермерами на сельскохозяйстве, на выставке. В других странах мы не видим диалога, мы не видим поддержки. А вы видели, чем это закончилось, попытка диалога? Два часа вроде говорили, да? Нет, во-первых, она сорвалась, просто ему отказали все приходить на этот диалог, с одной стороны. Но он сказал, я все равно туда приеду. Это такая, типа, выставка достижений народного хозяйства. Павильон сельскохозяйственной выставки достижений народного хозяйства. Каждую весну, в конце февраля, в начале марта происходит в Париже. Туда съезжают все со всей страны. Это такая известная штука. И все политики туда ходят. И, значит, есть у нас издевательская такая шутка, что, значит, надо пойти на этот салон и пощупать вымя у коров. И тогда ты станешь популярным человеком. Попить там, я не знаю, там, вина, поесть чего-то. Это Ширак, вот это был, для него это был просто звездный час. Он, кстати, все удивлялись, какое количество жратвы он мог съесть за эти несколько часов. И сколько он мог выпить пива, там, я не знаю, вина и чего. И не пьянел, ничего здесь не делалось. Макрон не в состоянии, во-первых, это сделать, чисто по здоровью он не такой человек. И, во-вторых, когда он туда появился и попытался что-то там поговорить, было устроено практически побоище с полицией. Ну, опять-таки, мы уже говорили неоднократно, что российские власти очень эффективно ведут борьбу с Западом, в том числе в социальных сетях, в том числе возбуждая подобные протесты, подобные кризисы. Понятно, что кризисы не возникают на пустом месте. Понятно, что кризис... Да, они его не создают. Они просто используют тот кризис, который есть, и раздувают угли тогда, когда они только тлеют. Конечно, они показывают на то, кто виноват, якобы. Якобы. Они показывают на Украину, но никто не хочет задумываться о реальных причинах, о том, что происходит. Никто не хочет. Всем достаточно простых решений. Хотя простые решения далеко не всегда самые правильные. Скорее всего, они неправильные, и, скорее всего, они ведут только к усугублению кризиса. Но мы это все видим, как это происходит, опять-таки, и во Франции, и в Польше. Это очень яркие моменты, очень яркие, потому что, ну, на виду, в основном у нас Франция и Польша. Польша перекрывает... Фермеры перекрывают дороги, а во Франции фермеры, значит, дерьмом, извините, поливают и полицейские участки, и дороги, и что-то только не делают. И органы государственной власти, и региональные, и центральные. Да, да, да. Бесчинство сплошные. И вот мы видим, как используются, используются в своих целях, в больших целях, такие примитивные моменты, как указания, указания на виновных в кризисах, указания на то, что, и самое главное, что для властей, видимо, для властей этих стран, это, видимо, ну, в какой-то мере даже помогает, да, властям. Ну, дескать, не они виноваты в кризисах, да, но они виноваты лишь в том, что только помогают Украине подобным образом, и, ну, из-за этого осуждался кризис. Они не у них причина, хотя причина именно в действиях властей, а ни в коем случае не в Украине, и не в том количестве сельскохозяйственных продукций, которые попадают на рынки, в том числе Евросоюз. Кстати, даже в наших комментариях к нашим роликам люди пишут, обращают внимание, что польские фермеры почему-то блокируют границу с Украиной, а границу с Белоруссией, откуда ведется, такая же сельскохозяйственная продукция не блокирует. Так, еще раз повторяю, что очень-очень эффективно ведет нынешнее российское руководство борьбу, такую гибридную, очень эффективно, и это часть гибридной войны, которая разворачивается против Запада со стороны России. Не только со стороны России, и со стороны Китая, и со стороны других стран так называемого глобального юга, хотя глобальный юг, ведь он не един. И когда говорят о каком-то глобальном юге, когда российское руководство противопоставляет Запад глобальному югу, ну, это по большей части глупость. Не существует объединенного глобального юга. Ну, вообще ни Запада нет, ни Юга нет никакого, да, это все интеллектуальные структуры в голове. Конечно, 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 конечно. И поэтому, когда там какое-то гипотетическое противостояние, так все, конечно, звучит замечательно, и с философской точки зрения, наверное, даже какие-то, вы правы, Сергей, какие-то даже интеллектуальные сообщества ведут какие-то громкие беседы, размышляя над этим, но в реальной жизни... Симпозиумы, научные конференции, да, и так далее. Виктор Михайлович, мы с вами в эфире час-семь минут. Нам есть смысл уже, наверное, закругляться потихонечку. Итог, самый главный в паре фраз. В паре фраз. Россия не одержала победу, российское руководство не одержало победу. Победа должна была быть украшительной, понятно, что ее нет. Тот статус-кво, который существует на сегодняшний день в целом, в целом российское руководство устраивает. Понятно, что не устраивает украинское руководство, понятно, что ситуация из ряда вон выходящая для Украины, понятно, что Украина... И, самое главное, прискорбно, что Украина в крови, что идет война, но надо понимать, надо понимать, что, конечно, никакой победы России, российского руководства в этой войне нет. Это далеко не победа, не существует ни один из тех планов, которые были перед войной. Запад слаб, надеется особо на то, что Запад в ближайшее время проснется, не стоит. Украине придется по большей части своими силами, средствами, в том числе своим интеллектом, своими возможностями в плане консолидации усилий решать эти проблемы. Конечно, тот кризис, который будет происходить в России политически, также повлияет на эту ситуацию. И надо пользоваться моментами. Надо любой момент в плане кризисных ситуаций в российском руководстве для Украины использовать в себе во благо и в сторону приближения окончания войны. Также хочу сказать о том, что в два года войны, это, конечно, очень много. В современном мире война, которая идет два года, это колоссально много. В современном мире, в котором информационное пространство полностью сменяется в течение трех дней, полностью очищается, появляется новая информация. Эта информация, которая была три дня назад, уже перестает существовать, перестает какое-то значение принимать. В этом мире очень важна информационная составляющая, в том числе войны. Надо гораздо больше усилий прилагать. Я сейчас говорю, не обращаясь не только к украинской стороне, но и ко всем, кто борется с путинским режимом. Я знаю, что нас таких людей слушают довольно много. Информационное пространство постоянно должно быть наполнено войной в антипутинском направлении, против путинского режима. Несмотря на то, что президента России Владимира Путина нет, существует его режим, который существует абсолютно автономно и без разницы, кто им руководит. Этот режим должен быть свергнут, должен быть свергнут окончательно. Россия должна освободиться от этих пут. И информационное пространство должно быть наполнено постоянно, постоянно. Все наши уважаемые зрители и слушатели, которые в том числе работают в социальных сетях, я имею в виду, работают в плане борьбы с режимом. Пожалуйста, не оставляйте ни в коем случае свои усилия, не оставляйте ни в коем случае свои потуги борьбы. И всегда действуйте в этой конве, пока режим не рухнет. А то, что он рухнет, опять-таки, у меня нет никаких сомнений. Ну, вот на этой позитивной ноте я вам предлагаю закончить сегодняшнюю нашу передачу, когда мы, напомню, подводили итоги даже не двух лет войны, а десяти лет войны Российской Федерации против Украины. Да, так и есть. Хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, чтобы вы подписались на наши каналы, на канал Сергея Жирнова в YouTube, на канал наш YouTube, на канал в Телеграме Сергея Жирнова, ну и на наши ресурсы в Телеграме. Хочу напомнить, уважаемые зрители и слушатели, что мы вас любим, это искренне, это самое главное, мы работаем для вас. Спасибо. Спасибо.